добрый день дорогие друзья с вами серафима борозова я представляю наш канал здорово с нами пока я иду до метро у меня есть время не могу немножечко поговорить хочу описать ту ситуацию которая сейчас происходит у меня с пациенткой которая болеет давно она заболела прошлом году когда сделал две прививки после двух прививок у неё она заболела коронавирусом лежала в реанимации мы тогда ее реанимировали спасали потом человек найти как все считают что они бессмертные и ничего не предпринимал и только в апреле даже в марте когда я ее увидела увидел насильно похудела на 15 килограмм я говорю слушай за ненормально это похоже на онкологию учитывая что я знаю что я прививки и потом она мне показала пятна у нее были на груди черные и я сказала срочно срочно к врачу и вот тогда и поставили рак крови но она не захотела идти альтернативным путем пошла официальным путем и вот с апреля месяца она сделала но августа включительно по здесь августа читайте давайте за пять месяцев и сделали 9 химии огромная водянка осыд два раза мы снимали это осыд виватоном уколами когда кололи детокс когда кололи садора она чувствовала себя лучами энергии было больше но она захотела пойти только официальным путем она им пошла и вот ее выписали 31 среда выписали умирать домой врачи и вот только теперь подключились мы альтернатива то есть пациент начинает доверять нам только тогда когда официалка им говорит до свидания сегодня уже трое суток будет после обеда ее привезли где-то 2 поэтому я сделала диагностику посмотрела я хочу сказать что самое обычно от чего умирать пациент это кровь сердца или инфаркт или тропа трава поэтому следить надо за кровью обязательно и нужно постоянно держать ну как бы вот эти первые три дня я сказал самый сложный давайте постараемся вылезти из этих трёх дней а дальше уже будем ставить короткими коротким перебежками дальше цели значит что мы делаем пропитка но сначала мы и не пропитывали моими вытяжками мы сначала июх напитывали потому что клетка после химии пустая напитывали значит я и калю был астафак кто знает что это такое да потом обязательно я сделала вытяжки из молодых сосновых шишек это дает ей силу энергию мощную потому что давление падает периодически мы ей поднимаем вытяжкой из сосны но из молодых шишек значит я сделала вытяжку одну из одной ядовитой травы название не буду говорить но вот из этой травы я сделала вытяжку она от водянки и мы это куле и из этой же травы я сделала спиртовую настойку и вытяжку и вытяжку на аммиаке для ее тела мы напитываем и вытягиваем и усилила все вот эти препараты вытяжкой из еще одной травы которая очень сильный транспортер а помощью я сделала вытяжку из птица горчи горец птичей да потому что он прекрасный у нас упаковщик он вытаскивает все и завтра поеду на рынок куплю сейчас забыла взять из дома куплю есть свежий жир бараний немножко говяжий и свиной то есть три вида жира и буду ее вот этим жиром отпаивать потому что это будет тоже энергия на физическом уровне потому что сами понимаете жир это сто процентов энергия вот поэтому значит мы ее два раза в день напитываем я не использую не виватон не живу потому что на диагностике же не смотрела сказала что она слабее чем то что я приготовила сама то есть я использовала около ста трав сначала было пятьдесят две травы сквозь там сами понимаете сколько на у каждой травы до хрена и плюс еще потом я добавляю у меня еще другая вытяжка на которой около ста трав я ее поставила но это башкирия нас так это уже привезла и и пока я решила рановато начнем с этого на и и дополнительно я ее напитываю вот этими травами которые как раз от водянки от рака и которые дают энергию опять еду к ней уже пятая сумка передача ридная потому что там ничего нет все у меня дома приходится все это туда вести вот с утра позвонили сказали что-то у нее побаливает сердце я говорю я вам оставила диагностику снимаем диагностику смотрим в каком состоянии атеросклероз если цифры меньше минус 0 100 срочно колем уколы которые я там написала вода теплая сольный язык через 15 повторяем так три раза почему потому что вода растворяет а соль вытягивает так простыми словами без всяких там эзотерических точек вот так это работает ну что еще хочу сказать я хочу сказать что человек очень сильно меняется когда его уже все он дошло до точки вот только тогда он начинает верить в альтернативу и начинает что-то подпринимать и делать сам и вот сейчас если например мы там вчетвером да у нас получается чисто женская энергия ее дочь она моя сестра которая все это делает и я и я смотрю я вижу что ее дочь сейчас для нее как мама она как дочка и хотя дочь и воспринимать как мать я и говорю сейчас ты должна к ней относиться как своей дочери потому что больше не помочь некому только мы но мы для нее чужие люди а ты родной человек сейчас ты для нее мать и ты должна не давать энергию любви в матери так вот я просто это проходил когда у меня мама болела и мы тогда с ней очень долго возились с декабря это все началось ну закадал по словам процесса у меня взялось огромный стал на опухоль то ли 17 туда 19 грамм и вот мы ее до июля до операций с ней вот возились и вытаскивали это был 2009 год моя мама жива до сих пор слава богу мускай энергии здесь не нужна потому что у них много страха мой сын например когда ее из роддом из больницы привез да посадили на стул она задыхается ноги там отекшие страшные она сама не так уж на сын быстренько собрался убежал своих миг махом она умирает чего вы ее мучить и рот закрыл и вообще не открывай потому что нам сейчас это не нужно нам нужен позитив и совершенно не нужен негатив врачи так уже напугали сказали все что мы могли сделали а это ну давай говорю будем как бы он умрет мы к этому уже будем готовы мы это примем но если есть шанс спасти хотя бы минимальный давай мы его используем короче вот поэтому мужчины рядом иногда не нужны потому что они слабее нас мы сильнее туша у нас сильнее у мужчин сильный дух а у женщин сильная душа поэтому здесь нужна душа такие вот интересные у нас практики что добавили добавили мы ей не можем добавить очищение огнем нельзя опухоль мост распасться нельзя поэтому мы здесь идем вибрации чаши очищение руками очищение энергии любви потом ездить наш в руках в ногах все время соль куда она сбрасывает это все потом это выливаем с благодарностью новое все насыпаем и опять ей даю музыкальные чаши вибрации она прям их чувствует она так приятно и хотя бы она живет центре до вокруг там четыре церкви и они постоянно там звенят колокола давайте открывайте окна когда звенят колокола и пускайте в себя эти вибрации звукавые что еще ну конечно жаль я это видно много раз что это поздно включился но я увидела что человек наконец-то открылся открылся нашему лечению и какой бы ни был результат это уже не имеет значения душе мы по-любому поможем понимаете ну потому что уже сроки такие конечно надеемся на лучшее но готовы ко всему вот я сейчас еду сегодня суббота сейчас буду с ней работать будем чистить я ее кстати интересно так я ее чистила и вот прям видела на ней воздействие солдовство он видела у него там держу руки до закрыл глаза держу руки и вижу нее под языком иголка воткнута вот растворял ее всеми своими намерениями энергиями такие вот тяжело смотреть но и самое главное я всегда говорю мне сострадание это одно не включайте сюда свою свою свои эмоции не отдавать их потому что тогда вы если вы такого человека жалеете вы делаете хуже надо работать сострадать но ни в коем случае не жалеть потому что жалость она вредит человеку в любом моменте а в этом особенно вроде бы 11 градусов сегодня обещали но что-то вот я делась не очень тепло но мне жарко до еду и уже запарилась буду рассказывать как это все работает поэтому будьте со связи подписывайтесь на наш канал как там говорят ставьте лайк я это не прошу никогда потому что все равно я с этого канала никаких денег не имею это просто мне дополнительный инструмент вот и все всем пока